Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Когда же подчинённые могут разрушить коллектив и нужна борьба с ними серьёзная? Часто руководители думают, что если человек никакого правонарушения не совершил, то и сражаться с ним нечестно, то есть бороться с ним нечестно. Но есть вещи, которые даже сильнее, чем правонарушения. И я сейчас эти вещи вам перечислю. Самыми опасными подчинёнными являются специалисты. А ещё более опасными являются крупные специалисты. А ещё более опасными подчинёнными являются крупные специалисты, которые не уважают вас как личность. Если вы заметили, что какой-то крупный специалист, который очень вам нужен человек, не уважает вас как личность, не увольняйте его. Потому что вы таким образом разрушите коллектив. Ну сразу же в этот момент воспитывайте ему замену. И потом понижайте его в должности, а того повышайте. Человек, который верен. Если такая ситуация сложилась, что человек вам очень нужен, без него невозможно работать, и он против вас конкретно, прямо напрямую настраивает коллектив, то в этом случае вы напрямую настраиваете коллектив против него. Или за вас. Но напрямую его, ну как с ним, не выясняйте отношения. То есть если он действует через подчиненных, то вы и вы тоже действуете через подчиненных. И знаете, что вот брать на работу хорошим специалистом человека с низкими нравственными качествами, но очень с крутой квалификацией деятельности, это ну все равно, что себе клеймо проклятия на лоб поставить. Вот это самое ужасное, что может быть вообще в жизни. Это встать, взять на работу человека, который крутой на работе, но у него морально-нравственные качества просто нулевые, понимаете? И таких людей завались. Часто люди становятся крупными специалистами только для того, чтобы зарабатывать деньги. У них нет никаких других мотивов. И это называется циники. Цинично настроенные люди. Плати бабки, я работаю. Не плати, не работаю. Понимаете? И вот такие люди, циники, они когда видят, что есть какое-то управление в коллективе, то есть есть старшие, младшие, их просто выворачивает наружу. Это сама идея. Что есть здесь старшие люди, которых просто люди уважают. Сама эта идея у них внутри, понимаете, они не могут это выдержать вообще, потому что они, у них нет старших этих людей в жизни. У них есть только деньги, понимаете? Больше у них нет никаких авторитетов, никакого уважения ни к кому. Поэтому, если вы взяли такого человека на работу, и он у вас к серьезной должности, даже он вас не критикует, а просто он такой. Да ему по барабану, старший вы или нет, просто плати деньги, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы он постепенно получил весь мир. Ну, то есть подарить ему весь мир. Поняли, да, что это значит? Ну, так, отпустите его. Делать так, чтобы он полетел, полетел, полетел. Но другую, ну, как бы, желающих будет много взять такого хорошего социалиста. И вы подарите ему такую возможность. Более высокую оплачиваемую работу найдите ему. Подарите ему весь мир, потому что он вам подарит разрушение коллектива. Понимаете, самое опасное в отношениях с подчиненными, это разрушение авторитета старшего. Некоторые люди, вот, допустим, сейчас что происходит в стране? Сейчас происходит то, что под видом демократии, демократия, как бы, понимаете, откуда идет, да, от какого слова. Вот, под видом демократии некоторые страны, некоторые страны разрушают авторитет старших у нас в стране с целью захватить власть. Очень классная схема, простая, понимаете, просто надо сделать так, чтобы старших перестали любить. И тогда вся страна летит под хвост, понимаете, вся армия, весь флот, все, как бы, все защитные ресурсы, вся доблесть солдат, все летит под хвост, когда просто, ну, авторитет старшего попран. Классная схемка. И она самая рабочая, и всегда действует именно так. Это самая рабочая схемка, как Цезарь зарезали. По этой схемке. Сначала подорвали его авторитет, как бы, в кругу вот этих всех вот, а потом, чик, и все, что сделать, если, как бы, уже, вот, морально, моральную власть захватили люди, которые, как бы, хотели власти. Самый лучший способ – это надругаться над старшим, убрать его авторитет, а дальше, что хочешь, с ним делай. Хочешь, зарежь, хочешь, как бы, убей, хочешь, еще что-нибудь сделать. Что хочешь, делай, все, как бы, он беззащитен. Потому что старший всегда – это тот, кого уважают младшие. Если младшие не уважают, значит, ты не старший. Все. Схема очень простая, понимаете? И мы поддаемся на эти провокации. Представляете, мы, как бы, согласны, чтобы нашу страну раздербанили. Часто. Продолжение следует...